Девушки отдыхают В программе профессионального развития архитектора РФ Это институт медиа, Стрелка, правительство, Минстрой В общем, очень большие люди собрались и сделали проект архитектора РФ И у нас сегодня в гостях как раз Андрей Алексеенко, кировский участник этого проекта архитектора РФ И Анатолий Курбатов, координатор движения Красивый Киров Случайно на огонек к нам зашел Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Насколько я понимаю, будет встреча-диалог в баре Горького, правильно, Андрей, я говорю, да? Да Там что будет? То есть это будет просто какая-то лекция или... Давайте отвечу я, я организатор Потому что Андрей, когда приехал в Киров с этого... С европейского модуля Да, с европейского модуля обучения Мы... Я его быстренько вытащил в Чепецк, в Кванториум Мы помогли подросткам и администрации Чепецка Ага, да, по мероприятиям Выяснить, что подростки хотят в Чепецке И по дороге туда мы с Андреем обсуждали, что... Он делился своей информацией, я говорю, тебе надо как бы пост хотя бы написать Лучше, что к 10-15, потому что слишком много информации И пока мы ездили туда и обратно, я подумал, что было бы неплохо, наверное, провести какую-то открытую лекцию, встречу Чтобы та информация, которую Андрей привез из-за границы, да, из лучших бюро Европы Чтобы она не пропала зря, а чтобы услышали наши кировщане и те, кто принимает решение Там финалистам пройти нужно 4 модуля выездных обучения Вот это все 4 уже прошли модуля, или это был первый? Нет, прошло только 2 Первый модуль обучения у нас состоялся в декабре И он проходил в Москве, там больше акцент был на знакомство участников И на общую повестку городостроительную в целом То есть проходили лекции, различные тренинги Вот, второй модуль, это был европейский модуль, как раз, который прошел у нас в феврале Там мы ездили и изучали европейский опыт развития городов В Швеции, Дании и Германии В Швеции мы посетили Стокгольм и Мальмё В Дании это был Копенгаген и в Германии Гамбург Следующий, третий модуль у нас состоится с 4 по 12 апреля И мы уже поедем по городам России И с целью не только изучать опыт наших коллег соотечественников Но и с целью поделиться знаниями, какие-то предложить идеи на встречах с руководством администрации регионов И в целом это будет такой большая отдача от участников в стране после Европы А Киров есть в списке этих городов России? Киров не попал в этот раз в список российского модуля Но надеемся, когда-нибудь случится такое чудо Конкурсный отбор вообще как проходил? Конкурсный отбор проходил в два этапа На первом этапе подавались заявки в электронном виде, документы, подтверждающие твою квалификацию То есть это обязательно диплом образования с архитектурным либо строительным образованием И портфолио Портфолио просто нужно было описать не только Ну то есть там какие-то реализованные проекты или просто идеи что-то есть? Там вообще в портфолио включалось то, чем ты занимаешься сейчас То есть какую роль ты играешь, допустим, в городском развитии В каких ты проектах участвуешь, как задействованы, в какой степени То есть это вот все нужно было описать Это было на первом этапе То есть он был такой более формальный Следующим этапом было видеоинтервью До видеоинтервью там добралось порядка 800 человек Из 3334 поданных заявок К видеоинтервью были допущены 800 с небольшим В ходе видеоинтервью были вопросы по текущей градостроительной повестке В целом по тому, насколько человек, который хочет принять участие в программе Понимает, как нужно развивать и наши города, и территории в целом То есть они не были... Что они у вас спрашивают? Ну, допустим, вопрос, что вы знаете о текущей повестке по благоустройству городов Ну, федеральной Соответственно, я сказал, что есть такая программа, как «Вермаране комфортной городской среды» Реализуется у нас там с 2016 года была запущена, реализуется с 2017 Вот, и с ней там есть некоторые сложности И где-то удается успешно реализовать, где-то нет Вот, что касается по-российской Потом был вопрос Последним из вопросов был предложен кейс Что в городе есть исторический центр, который по факту не является привлекательным и комфортным И что бы вы сделали в такой ситуации, чтобы сделать его, соответственно, более комфортным И я ответил, соответственно... Что же вы сделали? Соответственно, предложил первым делом привлечь внимание к этой проблеме И провести какой-нибудь конкурс для студентов по фильму То есть создать какой-то фильм именно в исторической среде, какая она есть То есть у нас сохранилось Какой-то конкурс фильмографии, соответственно Следующим этапом он сказал, что реализуется у нас по всей стране и в Кирове в том числе Томсуэрфест, который как раз направлен на восстановление исторической среды И на привлечение внимания к проблеме исторической следы, исторического наследия Ну вот смотрите, да, мне кажется, что... Ну, возможно, мне только так кажется, что в Кирове как таковой нет проблем Какой-то недооценки исторической среды Ну, в плане вообще просто вот обычного горожанина, я не знаю, человека Вот, Анатолий, вы часто встречаетесь с людьми, что действительно люди недооценивают исторический центр Ну, совершенно точно ситуация стала лучше, если сравнить последние 5-6-7 лет, да И сейчас, потому что на этой ниве у нас прекрасно трудится Антон Касанов, да, со своими кровеческими экскурсиями У нас есть тот же самый, упомянутый Томсуэрфест И эта тема, которая регулярно поднимается в СМИ, в постах Она как-то хорошо влияет на то, что, как бы, часть людей стала уважать и ценить Ну, просто, по ощущениям, пора бы уже в какую-то активную стадию Ну, если брать, допустим, лиц, принимающие решения, да, с кем я регулярно общаюсь на каких-то совещаниях или мероприятиях У них, к сожалению, как бы, увлечение в это дело, ну, очень низкое, да То есть, если там, условно, у нас есть, там, Рудцова Ирина Васильевна, там, или Говора Татьяна Вениаминовна Которая в администрации этим вопросом занимается У них есть четкое понимание, да, что это ценности и все прочее Но, опять же, у них есть бюрократия и все эти... Начальники? Да, и все прочие вещи То есть, они, собственно, не особо могут принять какие-то решения А у тех, кто принимает решения, на самом деле, у них такой, как и таковой ценности нет А как так получилось? Неужели они не горожане? То есть, если у горожан есть эта ценность, а у лиц, принимающих решения, как-то не хватает? Ну, у них, видимо, более какие-то другие, забота более важна Нет, я, на самом деле, частенько, да, тоже встречала такую позицию, что, ну, вроде, зачем вам все эти старые здания Они не несут никакой нагрузки, снесите их, построите что-то новое Торговые центры? Да нет, даже не обязательно торговые центры То есть, это не то, что прям вот этот какой-то культ туалетной этой плитки чего-то Просто есть люди, которые на полном серьезе считают, что в современном городе старой застройки места нет То есть, нужно что-то современное, там, стекло, бетон Нет, интересно, вот эти люди, кто так рассуждают, они бывали вообще в нормальных городах, там, в любом городе Европе Где вся историческая застройка, она сохранилась И, наоборот, это один из локомотивов экономики местной всегда Самое печальное, что очень часто бывает так, что это говорят даже те люди, которые постоянно ездят в Европу То есть, вот они съездили в Европу, удовлетворили свое чувство прекрасного А в Кирове они хотят шестиполосную дорогу, чтобы быстренько добираться до дома И, наверное, мы сейчас прервемся на 30-секундную паузу, а потом продолжим говорить о мировых тенденциях Дальше заговориться окончательно Говорим о мировых тенденциях в благоустройстве и развитии городов Но, правда, мы к нему еще не перешли Как раз сейчас перейдем в гостях у нас Андрей Алексеенко, кировский участник проекта «Архитекторы РФ» И Анатолий Курбатов, не знаю, какую из ваших регалий тут обозначить Ну, а в данном контексте организатор мероприятия, где Андрей как раз будет Ну, кстати, так и не сказали мы, что будет, собственно, в баре Горького-то Там будет открытая лекция, на которой я примерно за час расскажу вкратце то, что повидал за 9 дней Не знаю, насколько вкратце и информативно получится это поделиться А после этого будет сессия открытых вопросов, ответов У кого-то могут быть какие-то более уточняющие конкретные вопросы И если я на них знаю ответ, то я смогу как-то подсказать, что-то там сориентировать Потому что мы в европейском модуле встречались не только с... Не только, скажем так... Можно, если, допустим, у Андрея не будет каких-то вопросов И вопросы будут не только к Андрею, подтвердили участие чиновники нашей администрации там И ведущие застройщики города Кирова тоже будут лично присутствовать И, соответственно, какие-то вопросы мы вполне возможно можем решить прямо там Ничего себе, это полезно Может быть, сдвинутся мысли людей, принимающих решения после этого на проекте Да, для этого дела мы же не просто посидеть вечером в баре же собрались Мы решим, что... хотим, чтобы это было на пользу на будущее Кстати, про бар. Какое возрастное ограничение, потому что... Я думаю, что никакого, потому что все-таки там и чай, и ужин, и все прочее Вот Роскомнадзор не любит, когда никакого возрастного ограничения Давайте скажем, что 18+. Вау! Ничего себе! Никакого до 18+. Хорошо, мы запомнили 18.30, 12 марта в баре Горького будет лекция И вот 9 дней в Европе, и вы встречались наверняка там с людьми, которые что-то делают в городах Они просто на улице смотрели, как туристы обычные И что же, какова самая главная, фундаментальная разница между городами Европы и городами России? В этом заключается парадокс, что фундаментальной разницы, как таковой, я для себя не обнаружил То есть те же самые дома, те же самые дороги, те же самые автомобили ездят, те же самые люди ходят, работают, живут в этих городах И в принципе все глобально то же самое И отличия заключаются именно в деталях, в каких-то мелочах, если мы смотрим на город, как со стороны обычного жителя Вот, и поэтому многие вот такие мелочи, они в принципе применимы и в наших городах Просто про них, может, кто-то не слышал, кто-то не знает Какие мелочи? Ну, допустим, элементарно по благоустройству детских, допустим, площадок В Европе не принято делать в каждом дворе детскую площадку Детские площадки попадаются крайне редко Ребята, которые ездили у нас по южному маршруту в Бордо, во Францию Вообще сказали, что, такое впечатление, что во Франции не любят детей Потому что детских площадок вообще в корне нет Они размещаются только в крупных парках, на районных каких-то Вот, и вообще детям запрещено шуметь около жилых домов И разрешается только детский шум, игра во дворе с 11 до 4 часов Что-то типа такого Так, но сейчас очень много родителей навострили уши И сказали, не нужно нам вашей Европы в нашем Кирове Ну, то есть, это так вообще почему? Ну, то есть, чтобы дети не мешали, я не знаю, какому-то мерному течению жизни Других горожан, или с чем эта тенденция связана Или это не тенденция, это так было всегда и так будет впредь Стоит ли это перенимать, например, в Кирове, на ваш взгляд? Ну, вот, к сожалению, этого зачинить не удалось Но, в целом, европейский подход, он какой-то такой более сдержанный И они никогда не делают чего-то лишнего Вот, то есть, все стараются так в меру, особенно шведы Поэтому, я думаю, это в какой-то степени с этим тоже связано Анатолий, детская площадка может быть лишней? Надо смотреть на количество потребителей Потому что, вот мы с Андреем как раз обсуждали У них нет детских площадок внутри дворов Но у них в каждом районе плотной застройки Есть большой хороший парк, где есть место для каждого возраста То есть, и для подростков, и для детей, и для бабушек И это компенсирует то, что во дворах И там надо понимать, что двор не в таком виде, как у нас То есть, не запаркован машинами Там почти все дворы без машин И, соответственно, плотность застройки, она более высокая Но при этом ты там себя не ощущаешь, как у нас здесь ты идешь И вот то 15, то 17 этаж, то 25 этаж Там все довольно ровно и довольно приятно находиться Но при этом в шаговой доступности всегда есть место, где погулять То есть, тут именно, не потому что их кто-то игнорирует Они сделали так, как удобно всем Ну, максимальное количество народу Ну, тут шаговая доступность Если одна площадка на районе, до нее еще нужно дойти ногами Вот сейчас, допустим, дойти ногами хоть докуда-то Ну, то есть, квартал пройти уже испытания и приключения Я думаю, что не всегда работает Ну, то есть, тут получается, что даже с точки зрения застройщика Он мог бы, например, не делать детскую площадку во дворе С расчетом на то, что где-то... У нас ГОСТы по этому поводу Дом не сдастся без детской площадки И не сдастся у нас, Кирея, там без парковочных мест Одно на количество, одно на машину И, соответственно, ну, это... Трудно подобрать снизу слова к тем, кто принимал такое решение Кстати, по парковочным местам в Стокгольме Смотрели во время экспедиции новый район Бывший морской порт застраивается и там Нормативы по парковкам для велосипедов 2,1 на квартиру По автомобильным парковкам 0,5 на квартиру И в будущем в планах муниципалитета, в городской администрации Сократить это число до 0,3 Насколько я помню, там многие европейские города Идут к тому, чтобы убирать вообще от домов парковки Но не под землейки Ну, вот смотрите Понятно, да, то есть какие-то там детские площадки Но это уже все равно так или иначе какая-то глобальная вещь Но ее сложно применить в Кирове Даже в том плане, опять же, из-за этих же самых ГОСТов И из-за того, что разбить парк достаточно сложно Да, даже в каком-то новом районе Чтобы он был какой-то точкой притяжения, куда будут ходить люди Есть какие-то решения, недорогие, простые, легкие Которые можно взять и там в течение года, полутора реализовать Я не знаю, там силами тех же самых активистов Ну тут же вопрос не про Киров Тут же в начале Соня объявила список тех, кто был организатором всех этих поездок То есть это Министр Российской Федерации, Стрелка, Дом РФ и все прочее Ездили со всей России Там был главный архитектор Краснодар, насколько я видел по постам То есть это есть понимание, что в России, в Москве на уровне федеральном Что у нас сейчас с этим большая проблема Соответственно, эти изменения, которые будут, они все равно будут именно в ГОСТах вноситься То есть это будет все меняться А мы на местах уже должны как-то это дело принять и сделать То есть это не только кировская проблема И, соответственно, об этом понимают все Да, я тут добавлю немножечко, что Мы тоже задавали вопросы всем спикерам, как иностранным Как у вас получается так вот все сделать, что вроде бы у вас тут все хорошо Мы сделали платный въезд в город и платные парковки На что сотрудник департамента транспорта Швеции нам сказал, что платный въезд они вводили в течение нескольких лет И были глобальные протесты, возмущения И по поводу транспортной реформы, по поводу пересмотра вообще движения общественного транспорта Тоже были протесты и реформы Потому что европейцы такие жители, как и мы И они точно так же понимают, что удобно ездить на личном автомобиле И от этого никуда не деться Но для города это не совсем, скажем так, удобно Если каждый житель будет пользоваться машиной И в целом не приведет это к какому-то положительному эффекту на развитие города Если вообще говорить о каких-то мировых тенденциях Есть вещи, которые изменились, например, за последние несколько лет? То есть раньше в каком-то классическом понимании было одно, а сейчас другое То есть сместились акценты или еще что-то? Ну, про тенденции мировые Очень популярны сейчас в Швеции и вообще, наверное, в России тоже Это тема с устойчивым развитием и вообще с использованием природных материалов С минимизацией влияния на природу, на использование ресурсов И в Швеции очень популярная тема с деревянным домостроением И там уже строят даже многоэтажный, восьмиэтажный дом Мы смотрели деревянный, полностью из дерева сделанный И это достаточно такая интересная тема И у нас участники тоже очень сильно интересовались подробностями Как вот это все удается сделать Я, кстати, не помню, школа наша в итоге Так проект не одобрили нам, Анатолий? Ну, постоянно на декабрь 2019 года они экспертизу не прошли Но судя по тому, что как активно это все держится в СМИ То там, скорее всего, будет все очень хорошо Ну, то есть они про эту экспертизу И это опять показывает, что Киров, в принципе, находится в некоторых вещах в топе городов России Ну да, но это благодаря тому, что у нас есть лес И есть хорошая, мощная компания, которая производит колея Я думаю, что в руководстве компании есть хорошие, активные люди Которые все-таки продвигают свою точку зрения И умеют подключать, как бы, в том числе и СМИ И застрять чиновников, как все это делать Да, но у нас все равно есть, это не ГОСТ, а СНИП Я сейчас вспомнила, что они называются так Что из дерева нельзя в России строить здания больше, по-моему, трех этажей или четырех То есть нам не светят многоэтажки из клееного бруса Просто потому, что это нельзя СНИП, СНОП, СНОП нормы и правил Больше двух этажей нельзя строить Но я помню историю в Архангельске Где был 15 этажка из дерева На каждый свой СНИП есть, условно говоря, отвертка, правильно Соответственно, нет, строятся два этажа А все, что выше, оформляется как чердак Формально Если совсем надо обойти Но насчет многоэтажек, наверное, может, все-таки не стоит Как бы в эту сторону смотреть Потому что есть более экономичные материалы В плане средства школ Ваша же бывшая главная редактор Светлана Зайпо Ездила в тур Я не помню, в Швецию не ездили или куда И смотрели Афенганде, смотрели Девянная школа Это же шикарная фотография Это прямо очень крутой проект Мы, на самом деле, когда это смотрели Мы тут все чуть не плакали Если что-то подобное у нашего Дмитрия Александровича Получится реализовать Это будет просто респект, на самом деле И да, и когда читаешь комментарии в сети людей Кто, ну, правда, воспринимает деревянное домостроение Что-то, ну, то есть Это вересники, то есть еще что-то И вроде бы тут же выложены Ну, даже пусть это рендеры То есть пусть это не какие-то готовые уже решения Но, тем не менее, вроде бы как бы очевидно Что все выглядит не как старый деревянный барак Но, тем не менее И то есть получается, что Если там в той же самой Европе То есть то, что мы там считаем Люди вроде бы продвинутые Все вот урбанистика И все равно встречают вот эти преграды В лице людей, которые не согласны Точно так же переезжать Пересаживаться с личного транспорта Получается, что только Какие-то вот насильные методы воздействия Я так сказал Все, убираем личный транспорт Смотрите, вообще и в Дании, и в Швеции, и в Германии Вопрос борьбы с тем, чтобы как-то перейти к общему знаменателю Сходился к одному Что все говорят Главные принципы это образование, просвещение И еще раз образование, просвещение То есть нужно проводить образовательные и просветительские мероприятия В том числе и такие, как лекция, которая у нас пройдет в четверг Чтобы у горожан появилось такое понятие Понимание того, как вообще функционирует город И какие процессы внутри него есть И почему то или иное решение Оно необходимо для того, чтобы в целом получился Позитивный эффект на город как единое целое Ну вот смотрите, да, образование, просвещение Мы опять упираемся, я не знаю, как с этой точки зрения в Европе Обстоят дела, возможно там люди, с которыми вы общались Было много представителей в России Кто нам может о чем-то рассказать Там КБ Стрелка и еще пара организаций Которые несут какой-то свет, я не знаю, в этот мрак На самом деле тут организаций много и Нет, тех, кто именно выходит в какое-то общественное пространство И действительно работает там с аудиторией Выезжает на те же самые, я не знаю, как в Киров к нам приезжали Это на Урбанфорум На это для того, чтобы эти люди появились И направлена у нас программа «Архитектор РФ» Потому что, если вы заметили, в «Архитектор РФ» отобрана была сотня человек Из 68 городов России То есть совершенно разные люди Для того, чтобы в каждом регионе был представитель Способный донести информацию до местных жителей До представителей, опять же, различных структур Там застройщики, инициативные горожане Либо администрация, депутаты и так далее В принципе, этот вопрос, он действительно актуальный Что нет таких специалистов И «Архитектор РФ» направлен на то, чтобы такие специалисты появились у нас в России А у нас минутная пауза Продолжается дневной разворот Говорим о тенденциях в мире и в России Археологических, нет архитектурных У нас в гостях Андрей Алексеенко Кировский участник проекта «Архитекторы РФ» И Анатолий Курбатов Координатор движения «Красивый Киров» И организатор мероприятия Которая пройдет 12 марта в 18.30 в баре Горького Где мы все сможем задать свои вопросы По поводу того, как должен выглядеть современный город И что нам нужно делать И какие наши личные силы могут понадобиться Чтобы сделать наше общее городское пространство лучше Ну, на самом деле, по поводу городского пространства Недавно мне тоже попался какой-то комментарий Я не помню, правда, уже какой новости Молодой человек Ну, я не знаю, может, у него там тоже уже накипело И он прям видно по комментарию, что он в сердцах Спрашивает вроде Сколько не смотрю эти ваши рендеры Всегда одна и та же скамейка И одно и то же дерево рядом воткнуто Я подумала, вспомнила все, что я действительно до этого видела И думаю, черт возьми, а ведь он прав Одна и та же скамейка практически Которые, ну, примерно вот они одинаково выглядят И что-то есть новенькое из этих девяти городов? Увидели вы? Ну, я не знаю, где вы смотрите, какие проекты Вот, допустим, мы когда проводили конкурс при Рюльчинке У нас было при обязательном условии Сделать рендеры и вообще пространство планировать так Чтобы она функционировала не только летом А зимой и ночью и днем То есть у нас те заявки, которые были под солнечный Рюльчинский проект Они все, то есть, как бы круглогодичное, круглосуточное использование И там не было банальных скамейок Ну, конечно, и были банальные скамейки, и все прочее Но на самом деле это все зависит от тех зданий, которые выстраивает заказчик Тут до перерыва мы вот начали говорить о том, что должны появиться люди Которые будут нам рассказывать, как делать правильно И проводить мероприятия какие-то образовательные, как вот в баре Горького А не нужно ли это делать с самого начала? То есть к детям в школе приходить и рассказывать? Это уже начали, мы за прошлой неделю ездили в Чепецк и рассказывали подросткам все эти дела То есть мы, насколько у нас хватает свободного времени, да, и каких-то вещей Мы делаем То есть, по-хорошему, это должна быть согласованная Согласованные меры не только Министерства строительства, но и Министерства образования Чтобы эти нормы, эти понимания, то, что машины, да, хорошо ездить за город Но в городе ездить не так прикольно Велосипеды это здорово и еще полезно Чтобы дети понимали с самого начала Тогда они будут еще родителей исправлять, как правило Они умеют такие действия делать Ну, а у нас получается какая-то другая система Не как в Европе Не то, что активисты сидят в правительстве И просто придумывают, как сделать все оптимальнее Я не думаю, что в Европе все активисты сидят в правительстве Там просто это все началось гораздо ранее, чем у нас И я радужных каких-то иллюзий не питаю На тех, кто сейчас руководит городом и областью Потому что надо понимать, в какого времени они выросли Какие знания они получили И надежда, что они изменятся в 50, в 60, в 45 лет Нет Тут надо работать и работать Чтобы те люди, которые придут на место их Они уже начали реализовывать то, что надо С точки зрения даже банальной городской экономики Которая показывает, что автомобиль личный Но он только приносит вред, ущерб городу И прочие-прочие вещи Ну вот не про автомобиль, но тем не менее Тут на днях появилась новость о том, что планируют Перенести памятник семье Николая II И там в комментариях организаторы всего этого действия Прозвучала там такая фраза, что вот был Шульгин Была одна позиция по этому вопросу Сейчас Шульгина нет, позиция изменилась Это вообще правильно? Это единственный подход, когда такие процессы Они действительно, то есть, зависят от чьего-то там Волевого решения получается Когда человек уходит, система вся полностью перекраивается Это происходит так везде? Нет, преемственности нет, наверное, только у нас Потому что мы привыкли все уничтожить И заново новый мир построить, да? Но я думаю, что все равно меняется, да? Какая-то вещь Все равно с приходом сменяемости каких-то руководителей И направление все равно меняется В целом вектор какой-то смещения все равно идет Потому что без этого как бы нельзя То есть все равно меняется И в том же Копенгагене мы встречались с бывшим мэром Который руководил столицей Дании 12 лет Вот, и он рассказывал, когда я пришел к руководству То у него не было никакого плана на развитие И он вот начал составлять какой-то там у себя наброски Условно там на листочки накидал Как развиваться городу И у него было два пути Либо это все прогорит, условно говоря И у него дорога соответствующая Либо все это пройдет должным образом Все, как он предполагал И город заживет новыми красками И ему повезло, все удалось реализовать то, что он задумал И вот я думаю так везде И, соответственно, в других городах, допустим, в Мальме Там, когда город переживал кризис И когда подошел такой критический момент Когда нужно переосмыслять развитие города Тоже руководство пришло к такому выводу Что вот нам нужен университет Чтобы привлечь молодых людей И в связи с тем, что у нас закрылась гавань Освободилось место Мы здесь хотим построить инновационный квартал Чтобы показать, как вообще можно жить Очень клево и современно Вот, поэтому все равно При любом новом руководстве Меняется и чуть-чуть вектор Какое-то направление Ну, то есть, все равно Нет, это понятно, что каждый хочет привнести Там что-то свое Но когда каждому новому руководителю Приходится вот эту табуля раса С чистого листа начинать И когда нет каких-то наработок до Тебе никто их не передает И не говорит, что вот, знаешь Я тут запланировал вот это, вот это, вот это Это соответствует там неким мировым тенденциям Вот здесь нужно поправить СНИПы Здесь нужно поправить ГОСТы То есть, кажется, что проблемы-то Где-то в этой плоскости лежат От того, что нет вот этой преемственности какой-то Не знаю Я не думаю, что там пресс какой-то нет Потому что, ну, ушел Шургин Там ушел, может быть, Лунев и кто-то еще Какой-то зам А вся остальная команда, которая была до То есть, там, это же Рубцова, там, Морозов И все-все-все остальные чиновники, да И в отделе предпринимательства И в архитектуре Они остались прежние И... Я даже не знаю, радует это или нет Ну, радует, не радует Это как бы другой вопрос Тут дело в том, что Это проблема, наверное, этих самых чиновников Что все пытаются заглянуть в рот Тому, кто сидит повыше А не проявляют никакую инициативу И ничего И если так брать Шургина Наверное, это единственный мэр За последние, ну, единственный глава города За последние, там, 10-15 лет в Кирове Который После Дранова, допустим, да Драна еще был такой же Который не думал только о каких-то оперативных вещах То есть, там, как убрать татуар вот сейчас Как снег выплыл и все прочее Он что-то думал наперед То есть, вот этот же Урбанфорум, там, который он планировал Делал, да Эти же все, всякие вещи, там, по транспортной реформе По, там, не стал, там, продавать, там, в свое время купить Все прочее Он как-то думал на будущее Все страны до него И, я думаю, которые сейчас С кем-то унижениями, где они приехали Они все равно думали, все-таки, о текущей ситуации И на завтра даже не заглядывать Не то, что про послезавтра Андрей? Я тут добавлю Смотрите, на примере Стокгольма Там инновационный район, все круто На 35 тысяч жителей планируется застроить территорию Бывшего порта И, соответственно, мы спрашиваем у сотрудников университета Каким образом вы проводите планирование Потому что они начали планировать этот район еще в начале нулевых И окончательно завершится застройка его в 2030 году только Нет, у нас тоже генплан есть? Нет, там генплан... Это мастер-план района на 35 тысяч жителей То есть это не на весь город И, соответственно, мы спросили А сколько у вас сотрудников задействовано в этом? Для понимания города Стокгольм Миллион человек, жителей И суммарно в агломерации 2,2 миллиона Вот 50 человек у них задействовано только на этом районе Сотрудников администрации на планирование На разработке проекта и на согласовании всех действий Плюс 150 человек привлекается по ходу реализации проекта на разных этапах Соответственно, мы когда услышали, своими коллегами Поняли, что у нас пока до этого уровня еще очень далеко И такая работа ведется по каждому району? Или он какой-то показательный? Вот конкретно по тому району, который сейчас развивают По нему ведется вот так И примерно, да, это по всем проектам у них так А вот 35 тысяч, это небольшой город, такой район-то, надо сказать Ну, как наши чистые пруды, но К сожалению, чистые пруды там через Они уже превращаются в гетто потихонечку А с района Стокгольма он, скорее всего В гетто не превратится Совсем немного времени остается Вот вы пройдете все эти четыре модуля А дальше что ж? Какова судьба участников? То есть вы что-то будете делать? Может быть, будет какой-то финальный, я не знаю, проект? Что-то нужно будет реализовать или... Во время обучения у нас есть у всех индивидуальные проекты И мы, соответственно, потихонечку их разрабатываем И на четвертом модуле, который пройдет у нас в мае в Москве Будем их презентовать Соответственно, я выбрал проект по развитию микромобильности То есть смотрю и изучаю, как вообще можно развивать микромобильность в нашем городе Это имеется в виду велодвижение и электросамокаты Вот эта вот вся история И как же? Вот Ну, смотрите... Тема отдельного эфира, я так чувствую Да, тема отдельного эфира, но вкратце расскажу, что за счет того, что у нас город разделен железной дорогой Путепроводами, вот у нас очень такая плохая связность получается И в целом, если делать велопешеходные мосты, велопешеходные дорожки Там над железной дорогой или тоннели под железной дорогой, под малыми реками То можно эту связность улучшить и доступность районов как-то более-менее увеличить Вот, и это очень интересная история Поэтому смотрю, изучаю практики и беседую со спикерами, как это можно все у нас продвинуть А где-то видели, ну, что-то реализованное, я не знаю, может, не в России, а где-то в Европе Потому что тот же самый Транссиб, это же целая куча каких-то согласований, еще чего-то Ну, смотрите, по сути, вот Путепровод на Воровского, это Путепровод над Транссибом Ну, не на Транссибом, а над железной дорогой И такой же вариант можно сделать с велопешеходным мостом То есть, единственное, он будет менее затратный по ресурсам и более дешевый В Копенгагене они очень сильно развивают эту тему, у них там 13 велопешеходных мостов То есть, мосты через реки, правда, только для пешеходов и велосипедистов Вот, потому что это дешевле и это выгоднее для городской экономики Чтобы люди перемещались на короткие расстояния именно посредством микромобильности То есть, на велосипедах, на самокатах, пешком А технически, как обеспечить их использование там в зимний период? То есть, там же не пройдет, наверное, какая-то тяжелая техника по ней Или это все... Ну, это не совсем узкий, все равно получается, там метра 3-4, как минимум Ну, то есть, там как-то бабкат уйдет, да, Соня, ты что-то хотела спросить? Да, да, какая-то небольшая Да нет, на самом деле, я не хотела спросить, я хотела сказать, что все нормально Меня всегда удивляли вопросы, типа, а что зимой? И как будто зимой у нас не принято прибираться, убирать снег и все прочее Так не принято! Пока да Пока чиновники, которые отвечают за уборку, к сожалению, пока, судя по всему, не справляются со своими поставленными задачами Это, видимо, очень сложная задача Конечно, я уверена, что к тому моменту, как мы дойдем до велопешеходного моста через Боровского То, наверное, к этому моменту в городе уборка уже будет налажена идеально Так, вот пока осталась минуточка Такой вопрос Дело в том, что часто люди думают, что, ладно, там в правительстве как-нибудь справиться Есть какая-то группа активистов, которые рано или поздно выбьют дизайн-код, допустим Или с чем-нибудь велосипедные дорожки Что я, обычный человек, там, работаю на своей работе, заботюсь о своей семье Зачем мне приходить вот в бар Горького 12 марта в 18.30? То есть, что я там могу сделать, обсуждать такие большие проекты? Кроме как попечалиться и подумать, как где-то хорошо Зачем людям приходить на это мероприятие? Вообще, эти профессиональные проекты направлены на то, чтобы у людей складывалось впечатление, что может быть лучше И на формирование общественного запроса То есть, любой проект, там, тот же Челябинский урбанист, он освещает какие-то проблемы, показывает, как можно сделать лучше Все это для того, чтобы у людей появлялось мнение о том, что вот, можно сделать так И чем больше людей будет понимать, что можно сделать лучше, а не так, как есть сейчас И тем, допустим, тем же депутатам легче продвигать идеи и выбивать деньги в бюджетах на реализацию каких-то инициатив, проектов, которые имеют позитивный отклик у жителей Собственно, все таки есть Андрей Алексеенко, Анатолий Курбатов, Соня Дюмина, Дарья Топузлиева. Прощаемся